МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Корчаганак, в студии Майя Амирова. И сегодня мы предлагаем вам итогов выпуск новостей. Жители 10-го микрорайона в период дожди испытывают такие муки, которые не передать словами. Сезон проливных дождей они чувствуют прямо в собственных квартирах. Утратив все способы диалога с КСК, жильцы дома номер 7, обратились в нашу редакцию с просьбой осветить сложившуюся мокрую ситуацию. Наша съемочная группа побывала под протекшими потолками и стала искать ответы на вопросы, кто виноват и что делать. Субтитры создавал DimaTorzok на момент нашего прибытия к жильцам 7-го дома 10-го микрорайона погода временно благоволела. Дождя в квартире, к счастью, не было. Но данное видео – подтверждение тому, что жильцам этого дома в дождливый день живется крайне весело. Сложенные ковры, постель, сдвинутая мебель, содранные обои и линолеум и бесконечные тазики. В плачевном состоянии был и подъезд дома. Из углов потолочных стыков и технических отверстий для коммуникации отовсюду текла вода. В общем, дождь шел во всем подъезде и квартирах. По словам жильцов, вода дошла до подвального помещения. Здесь у нас, получается, пустота, щит электричества идет. Он идет у всех квартир. У соседей у всех позамыкало. Мы отключали рубильники, потому что вода текла вот так по стене. До самого первого этажа. У всех. Плюс у них точно так же и в двухкомнатных квартирах. То же самое. В туалете стояло ведро. Наполнялось. Ну, буквально вот каждые 20 минут мы выливали. Это все вот наверху. Везде, видите, где стыки, это же тут проходит электричество. Если, не дай бог, малейшее замыкание, то же все, пожар. По словам Ольги, диалога с КСК об обслуживании крыши у жильцов не получается. КСК нам навстречу вообще не идет. Они говорят, что крыша – это целевое назначение вас, жильцов. Ну, хорошо, крышу мы согласны. Вот вчера, собирая собрание буквально в подъезде, мы решили, что будем заливать ее сами. Ну, там, всеми силами, как можем. Но водосточная труба – это только КСК. Если она у них там прорвала, как говорится, это тоже вина их. Потому что мы, как жильцы, полезли вместе с техосмотрителем посмотреть. Эта труба была подперта бутылками пустыми из-под водки, вина. Вот они там, работники, сидели, распивали. Они ничего не делали. Вот если бы сейчас была возможность вам туда залезть и снять, там глубинный полет поймет сантиметров в 10. Он весь намок. Летом, когда будет жара, мы здесь отдохнемся. Хозяйка квартиры продемонстрировала нашей съемочной группе подтеки, углы, потолки комнат, покрытые плесенью. Убрали плафон, потому что постоянно замыкает, постоянно вызываем электрика, чтобы нам чинили свет. Вот этот угол полностью весь чернеет. Вы видите, если ближе посмотреть, то там, получается, я каждые 2-3 недели чищу плесень и забилю, потому что дышать невыносимо. Вот такая вот история на потолке происходит. Зимой вообще кошмар. Зимой все черное. Сейчас еще более-менее, потому что мы окна открываем. Ну, как бы погода позволяет. А зимой это вообще ужас какой-то. Через пару дней подобного потопа, разумеется, после получения отказа от КСК, жильцы обратились с официальной просьбой в Акимат города Аксай. С письмом в Акимат мы обратились 12 мая после праздников. Это письмо прочли, поставили знак, ну, то есть этот штампик, что получили его 13 мая, но сразу сказали, что решать должны только КСК. Мы вам помочь ничем не можем. И все. И проводили нас с кабинета. Ну, как бы они сказали, у вас есть жилищный вот этот вот кредит, берите и делайте крышу. То есть это ваш интерес. Хозяйка следующей квартиры, Зулькия, испытывает еще большие проблемы с затоплением. В ее жилище дела обстоят еще хуже. Зулькия отмечает, что в этой квартире она проживает около 20 лет и со времен страны советов капитального ремонта здесь не производилось. И такая ситуация происходит как по плану. Каждый год. Вот посмотрите, в какой обстановке мы живем. Вот сырость пошла, вот линолем вся испорчена. Это все. Вот все, я уже отдираю. Вот вся спина, стена, угол. Прихожая, вот, свет вот только вчера сделали. Я вообще практически живу без света дома. Вот как весной начал таять, то свет есть, то нет. Счетчик дребезжит каждый раз, как течет. Мы, наверное, докатимся до того, что Вадим Прекрасный, у нас пожар, весь дом загорится. Тогда может только у нас, как сказать, окликнуться на наш вот этот клик. Просьба, пожалуйста, Акимату, писали письмо. Но везде один ответ. Берите кредит на модернизацию. А какой кредит может? Мы все на кредиты. У каждой семьи, у всех по кредиту. У меня зарплата 40 тысяч. И как я должна дальше жить? И в каждой семье вот эта проблема. КСК, вот в прошлый год они мне пообещали, все, я заплатила до копейки. Они мне говорят, вот платите, заплатите, мы все сделаем. Я заплатила все до копейки. У меня летом не текло. Хорошо, я начала ремонт делать. Сделала ремонт везде. И в итоге осенью, как с осенью, я специально не платила. Посмотрела, как будет у меня течь или не будет. Весну, как покажет весна. И вот, пожалуйста, весна, вот как начал снег таять, и вот эта проблема началась. Я звоню КСК. Они вроде бы пришли. Видим, поднимается, что-то делается. На самом деле там ничего не делалось. Стояк забитый бутылками. Их нерабочие поднимаются. Видно, они делают вид, что работают. Стояк забит бутылками. Снизу он забит мусором. И никто это не чистит. Элементарно, хотя бы приходили бы, чистили бы этот стояк. Программа модернизации ЖКХ, упоминаемая жильцами седьмого дома, предусматривает строительство, ремонт и реконструкции коммунальных сооружений, находящихся как в коммунальной, так и в частной собственности, посредством создания специальных механизмов рефинансирования объектов кондоминиумов, а также возведения и реконструкции сетей электричества и газоснабжения. Этой программой могут воспользоваться и жители Бурлинского района, то есть обеспечить проведение ремонта общего имущества, а многоквартирный дом является общим имуществом. И таким образом ремонт должен осуществляться за счет всех жильцов дома. По деятельности КСК люди должны сами проявлять активность и решать на собраниях. Есть, насколько я знаю, правление КСК, есть отчетные встречи. Просто сами наши люди должны быть поактивнее и участвовать во всех этих собраниях. Теперь, что касается именно ремонтов, если у КСК не предусмотрены средства, ранее была такая программа, как модернизация ЖКХ, которая сейчас вошла в программу развития региона. Никакие кардинальные условия не поменялись. Точно так же, если жители желают отремонтировать свое общее имущество, крыша как раз является общим имуществом всех жителей этого дома, не только пятого этажа, а с первого по пятый этаж. Они должны решить две трети голосов, что им необходим ремонт. Затем могут обратиться в ТО «Ахсайжан-Жатул», которое как раз-таки занимается у нас реализацией этой программы по этому направлению, программы развития региона в нашем районе. Также есть возможность написать коллективное заявление в отдел жилищной инспекции, которые по итогам обследования могут дать рекомендации предписания КСК о устранении данных аварийных ситуаций. Однако, одна проблема перетекает в другую, и возникают трудности. Как говорят жильцы четвёртого и пятого этажей, получить согласие жильцов на ремонт кровли дома очень непросто. Часть жильцов – за, другая – против. Жильцы нижних этажей отказываются вкладывать денежные средства в ремонт. Но эти люди недопонимают, что если станут мокнуть верхние этажи, то пострадают и нижние. В этом случае Акимгорода рекомендует поступить таким образом. В итоге жильцы возмущены бездействием КСК, а КСК возмущены жалобами жильцов, не осуществляющих своевременные членские взносы. Мы сейчас текущие ремонты производим каждый день. Сейчас погодные условия не дают нам работать. А так мы делаем своими силами, сколько есть. Если вы передачу Назарбаева услышали, что Назарбаев сказал, никакую ответственность не несут, чьи дома это руководители этих домов, пока они не согласятся на модернизацию. Так как уже эти крыши пошли не годность, уже в течение 20 лет. А насчёт капитального ремонта, у нас нет таких возможностей делать капитальные ремонты. Я с жильцами проводил собрание, но это просто было услышано, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я им сказал, пока они модернизацию не согласятся на модернизацию, а у них крыша так и будет течь. Второй вариант есть – собрать деньги и самим делать. Только пятым, девятым этажам, потому что нижние не хотят ничего делать. И вот сейчас мы опись будем производить, опрос, кто согласен на модернизацию, кто не согласен, чтобы потом я им показал, вот вы отказались, эти крыши ваши будут. Они как текли и будут течь. Я в прошлом году сделал 148 заявок, устранил. В этом году, опять сейчас около 40 лежат они. И так каждый год, каждый год у нас. Все крыши, 90% крыш текут. От старости? Всё уже, старость уже. И сама конструкция дома здесь сделана, как-то странно немецкие, или не знаю, под их погоду или что. У них сам лоток не соединяется с крышей. И в случае, если забивание вот этой линьевки, вот от листьев, вот от их тополеного пуха, вот это все забивается туда. Мы же не можем каждый раз ходить и смотреть, и заглядывать в эти трубы. И вот линьевень прошел, забилась труба, все, рвануло. Она через верх идет в чердак. А в чердаке у нас ничего нету, там никакого покрытия, там просто плиты и щели. И поэтому все идут в квартиры. Где нашла дырку, там и протекла. Мой дом, моя крепость. Каждый человек, каждый жилец хочет чувствовать в своей квартире, в своем доме себя защищенным. Но, к сожалению, стены у крепости, в которой мы сейчас находимся, потихонечку разваливаются. Подъезд седьмого дома, десятого микрорайона, постепенно превращаются в такие сплошные желтые подтеки. В результате поиска ответов сложившейся ситуации напрашивается один ответ. Пока длится трехсторонний диалог-спор, может уйти время и настанет следующий сезон дождей. Жильцам стоит договориться сложить все средства и силы на капитальный ремонт, чем каждый год ремонтировать свои квартиры. А исполнительным органам и КСК помочь им в этом. Ведь все люди хотят жить в комфортных условиях. Один процент, именно столько людей от экономически активного населения района зарегистрированы в отделе занятости и социальных программ как безработные. Но благодаря ярмарке вакансий, которая прошла в Доме культуры города Аксай, кто-то из них наконец-то сможет устроиться на работу или обучиться. Впрочем, более подробно обо всем об этом в нашем специальном репортаже. 20 мая 2015 года ярмарка вакансий была организована отделом занятости и социальных программ совместно с Центром занятости и Ресурсным центром по работе с молодежью. Горожан, желающих найти работу, было немало работодателей 24 организации. Было приглашено на участие в ярмарке около 25 организаций, которые пришли со своими свободными вакантными местами, которые могут предложить работу. Для участия также приняли участие ребята, местное население, которое нуждается в работе. также могут принять участие в ярмарке вакансий люди с ограниченными возможностями и тех, которые имеют судимость. В целом, ярмарка вакансий проходит активно. Сейчас очень оживленно идет работа. 24 предприятия и государственных учреждений предлагали занять более 70 свободных рабочих мест. Гульсара Умирова, заведующий сектором занятости и социальных программ, рассказал нам об основной цели мероприятия. Целью нашей ярмарки является это трудоустройство безработных граждан, привлечение на социальные рабочие места, на молодежную практику, на общественную работу и на профессиональное обучение безработных граждан нашего района. Такие ярмарки у нас проводятся ежеквартально. В прошлом году, в 2014 году, мы провели четыре ярмарки вакансий, которые дали очень хорошие результаты. Также, по ее словам, ярмарка проходит в этом году уже второй раз. Первая ярмарка была организована для людей с ограниченными возможностями. Из 15 человек трое трудоустроились, двоих направили на общественную работу и все получили консультацию по получению социальной помощи. За последние четыре месяца 2015 года трудоустроены 265 человек. 204 человека направлены на общественные оплачиваемые работы. Пять человек на профессиональное обучение. Я хочу пригласить всех безработных граждан на профессиональное обучение в городе Уральске. По специальностям водитель с категории БЦДЕ, тракторист, модельер-закройщик, повар, соцработник, оператор газовой котельной, швея, парикмахер, бухгалтерский учет, массажист, офис-менеджер, специалист маникюра и педикюра и визажист. Любой безработный гражданин может подойти в отдел занятости и социальных программ, который находится по адресу АБАЕ-3-1 и записаться на профессиональное обучение. С собой надо принести всего лишь один документ удостоверения личности. Обучение будет проходить в городе Уральске. Курсы есть четырехмесячные и месячные курсы. По завершении обучения им выплачиваются расходы за проживание, питание и проезд. На ярмарке вакансий сдали в свои резюме 10 человек с особыми потребностями и двое осужденных. В связи с проведением ярмарки вакансий рабочих мест я обеспечил своих осужденных, состоящих на учете на службе пробации категории, как условно осужденные, ограничения свободы. Лица среди них есть, не нуждающиеся в трудоустройстве, по имеющимся вакансиям. Сейчас они интересуются, ходят, спрашивают. То есть мы их привлекли тоже к этому мероприятию. Также хотелось бы отметить, что проводится служба пробации агитационная работа по поступлению в Академию в городе Кустанай на обучение по специальности юридической, то есть в качестве юриста получает высшее образование. Надеюсь, что наши подучетные лица найдут себе хорошую работу и будут в дальнейшем работать, зарабатывать деньги для дальнейшего проживания. То есть благополучия, желаем им удачи в данной состоящей ярмарке и всем, кто обратился сегодня. На Бурлинском рынке труда по-прежнему востребованы люди разных специальностей. В списках агентств по трудоустройству инженеры, программисты, врачи, педагоги. Организаторы мероприятия надеются, что и работодатели, и потенциальные работники смогут найти друг друга. Ведь на ярмарке было предложено немало вакантных мест. В рамках республиканской акции 20 добрых дел этнокультурным объединением корейцев Западно-Казахстанской области реализуется социальный проект «Взгляд в будущее». В рамках этого проекта был привлечен врач нетрадиционной медицины Анн Виталий Константинович, который проводит обучение массажу. Так, первое обучение было дано родителям детей, больных детским церебральным параличом в городе Оксай. Второй этап – обучение инвалидов-колясочников общественного объединения «Арба». Ныне реализуется третий этап. Подробнее в сюжете. В рамках акции 20 добрых дел, посвященных году Ассамблеи народа Казахстана, реализуется проект «Взгляд в будущее», инициатором которого является этнокультурное объединение корейцев Западно-Казахстанской области. Руководителем данного проекта является Булат Сарсенов. Обучение ведет врач нетрадиционной медицины Анн Виталий Константинович. Идет третья фаза нашего проекта, социальный проект, «Взгляд в будущее» и 20 добрых дел. Из вот этой программы, сейчас, приехав в Аксай, мы решили продолжить вот этот наш проект. И поэтому недавно ко мне обратился тренер по Тэквондо, Ербол, у которого недавно его воспитанник занял третье место в мировом рейтинге, получил бронзовую медаль. Потом последовал еще большой вид соревнований, где он тоже также занял третье место. Но в чем разница от того, что у человека есть обе руки и обе ноги, а у этого человека нету рук. Вообще нету рук, потому что для него не любой вид спорта подошел бы. Но он выбрал именно тот спорт, который можно обходиться без рук, только ногами. Это обычный вид спорта, это Тэквондо. И поэтому он достиг вот таких больших высот. Я думаю, это не последнее его достижение. Почему? Потому что любой вид спорта, он имеет такие тенденции, что загружаются мышцы. Когда человек занимается активным спортом, активными движениями, то мышцы наши вырабатывают молочную кислоту. Эта молочная кислота, она как бы густая, такая вязкая жидкость. И когда человек забрасывает активные вот эти движения или там нагрузки на мышцы, то эта молочная кислота начинает кристаллизоваться. И поэтому мы называем соли. На самом деле соли таких нет. Это наподобие соли, и мы поэтому подразумеваем соль. Вот это вот, когда она начинает кристаллизоваться, мышцы начинают деревенеть, и человек чувствует апатию, усталость. И вот это все можно вывести путем массажа. Во время своих занятий Виталий Константинович внимательно следит за движениями рук и подсказывает своим ученикам, с какой силой они должны работать, в каком направлении двигаться и даже какие движения выполнять на той или иной части тела. К примеру, в рамках третьего этапа проекта «Взгляд в будущее» один из выдающихся спортсменов с мировым именем Малик Мукашев на себе ощутил всю силу действенного массажа. Наши ребята с нашего клуба будут обучаться этому мастерству. Это очень хорошо, что рядом с нами будут такие люди, которые будут уметь делать такие массажи для расслабления тела, души. Очень полезно после нагрузок особенно для нас. Это очень хорошо, что Анна Виталий Константинович обучит наших парней этому мастерству. Большое спасибо ему. отлично твои ощущения. Сегодня я первый раз прошел такую терапию нетрадиционной медицины. Очень расслабляет, тонизирует. Ноги вообще полегчали как будто на килограмм сто. С утра были тяжелые такие. По словам спортсменов, массаж это не прихоть. Он помогает расслаблять мышцы, избегая возникновения в них застоя. Кроме того, массаж помогает после тренировок и соревнований. Наши спортсмены-инвалиды сейчас проходят курсы лечения, массажа. Спортивный клуб Сумхар Бурлинского района, именно Тейквондо, тоже совместно приступили к работе, а именно с весны. Впереди у нас идут большие международные турниры. Это как раз нам плюс большой, то, что наши спортсмены смогут получать массажи, медицинское обследование. Проект «Взгляд в будущее» уже имеет свои позитивные отклики. Так, в рамках первого этапа обучения в городе Аксе обучение прошли родители, дети которых больны детским церебральным параличом. В рамках второго инвалиды-колясочники общественного объединения «Арба». Третий включает в себя обучение техники массажа особой категории людей, занимающихся спортом. Ли Кавдеева, Андрей Просферов, Нурбулат Кунызбаев, телестудия «Крычаганак». Управление государственных доходов по Бурлинскому району совместно с аппаратом Акима Бурлинского района провели флешмоб, посвященный акции «Требуй чек, выиграй приз». Затем, как проходила акция, наблюдала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете. В субботнем утром возле торгового центра «Жарсот» было многолюдно. Здесь прошел флешмоб, посвященный акции «Требуй чек, выиграй приз». Организатором данной акции выступило Управление государственных доходов мероприятий приняли участие представители молодежного общественного объединения Тарлана ресурсного центра по работе с молодежью Бурлинского района молодежного общественного объединения Аксай Жастара, а также студенты Аксайского технического колледжа и инженерно-экономического колледжа. «Жарсот» 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 Лег přег. Лег přег. Лег přег. Горότα! А-а-а! И осуществление денежных расчетов с населением, даже сокращение размеров теневой экономики и, соответственно, стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей. В рамках акции «Требуй чек» проводится в следующем мероприятии. То есть Управление государственных доходов организовало пункт приема контрольно-кассовых чеков. Это в торговом центре Тернава. Каждую субботу с 10 до часу дня сидит представитель и принимает чеки. То есть в рамках акции 10 кассовых чеков меняется на один розыгрышный купон. Ежемесячно до пятого часа следующего месяца в рамках комиссии, организованной нашим управлением, происходит розыгрыш купонов и выявляется победитель. Один победитель от нашего района ежемесячно отправляется в областной департамент, на основании которого происходит розыгрыш победителя на уровне департамента, отправляется в республику. В декабре месяца 2015 года Комитетом государственных доходов республики будет произведен окончательный итоговый розыгрыш победителей. И победители к данной акции будут награждены ценными призами. В ходе акции участники раздали специальные памятки, призванные обеспечить гарантии защиты прав и интересов покупателей при неудовлетворенности к качествам купленного товара. Слыш-моб настолько понравился посетителям и сотрудникам торгового дома, что они также приняли участие в мероприятии. КОНЕЦ 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 отделяет пока еще учеников 11-х классов от важного в их жизни порога сдачи ЕНТ и получения аттестата. Учащиеся штудируют книги, повторяют пройденный материал и, конечно же, проходят пробные ЕНТ. Прошли пробные тестирования два района, Бурлинский и Чингерлаусский. Участвовало в среднем где-то 300 человек. Вообще в этом году заявление подали на участие в ЕНТ 303 человека из двух районов. Но сегодня, по исключению нескольких ребят, в основном все пришли на пробные тестирования. Но мы старались, чтобы дети привыкали к аудиториям. Пропусков еще нет, пропуски где-то выйдут после 18-го числа, но журналы технических секретарей есть, где указана дата 2 июня мы будем в этом году сдавать, на день раньше, чем обычно. И где есть информация об аудиториях, какой ребенок в какой аудитории сидит. И вот согласно аудитории мы сегодня детей сажали, чтобы дети привыкали к своим аудиториям, знали, куда идти по школе, чтобы найти свою аудиторию. Мы использовали металлоискатели. Наш район систематически проходит через металлоискатели, но Ченгерлаусский район впервые. Тот район, соседний район, впервые они писали, используя видеонаблюдение было, глушители. Для них это было все новое. Поэтому мы хотели, как своего рода, генеральную репетицию провели сегодня. Условия на пробном енте максимально приближены к самой важной дате – 11-классников в дню, когда они, сев за парты, примут участие в едином национальном тестировании. Но, тем не менее, пробное на то оно и пробное. К примеру, в ходе последнего тестирования ученик одной из школ был дисквалифицирован. Один ребенок был удален из шестой школы за шпаргалку. Сотовый телефон никого не удаляли на этот раз. Обошлось без всего этого, без удаления. Только один за пропуске удалили. Но результаты уже вышли. Ченгерлурский район мы не посчитали еще, они сами считают обычно. Где-то 90 средний балл в нашем районе, в Бурлинском районе. К примеру, последнее пробное тестирование показало, что ученикам стоит особое внимание обратить на такой предмет, как математика. Сегодня я набрал, ну как, по мере мало, 74, но в следующий раз побольше. Я просто не ожидал от физики, очень трудные издания. Ну, вот натаскиваю все предметы, стараюсь все, почти везде успевать, ничего не пропускаю. Ваш конек, например, по Вашему мнению? Ну, история Казахстана. Как я ее хорошо знаю. Ну так, история самого Казахстана очень интересна. Там столько происшествий даже. А с математикой по делам? Ну, с математикой тоже нормально, но где-то бывает, что хромая. Но стараюсь вставать и дальше решать. Но данные тестирование показало, что Вам обратить внимание уже на физику больше, да? Да, на физику и на математику. Вот два основных предмета, которые я должен хорошо подготовиться. Что нужно делать, чтобы сдать им это хорошо, по Вашему мнению? Ну, самое главное, это не сидеть дома, не валяться на диване, быть в школе, на факультативах, на уроках, везде как. Все успевать, все предметы от А до Я проходить, потом книги читать, потом. Ну, самое главное, не волноваться на самом ЕНТ, собрать все силы и написать за три с половиной часа на хорошо и отлично ЕНТ. Ну, в этот раз, мне кажется, тестовики были немного сложнее, но, может быть, мне так кажется. Хотя все так считают, по-моему. А вообще, если готовиться, то несложно. Главное, быть уверенным в себе, в своих силах. Тогда все получится. Какой предмет, который вызвал Вас больше всего? Это физика, мой предмет, который я выбираю. И на него больше всего времени уходит обычно. Но если готовиться, он, в принципе, несложный. По математике? Математика для меня не вызывает никаких затруднений. И всегда я набираю хорошо. Вы все один из классов учились на отлично? Нет, в среднем звене у меня есть четверки. Что помогало Вам заканчивать каждый класс? Ну, скорее всего, это поддержка родителей, учителей, одноклассников. Все всегда переживают друг за друга и вообще за себя. Всегда нет такого, чтобы халатно относиться к оценкам, к получаемым знаниям. Всегда у нас все дружно. Какой планируете балл набрать? Чем больше, тем лучше. 125. Прошло не так уж улетворительно. Набрал средний балл, но ожидал лучшего. Но так получилось, что задания попались тяжелые, которые я не уделил внимания достойного. 88 баллов – это не так уж и много, но в принципе пока нормально. Надеюсь, что в следующей пробной наберу больше. Разберу те ошибки, которые я допустил в этих пробных. Какой предмет вызвал затруднение? В этот раз неожиданно вызвал затруднение математика. Задания в принципе такие же, однотипные, но попались несколько вопросов, которые я в первый раз видел и допустил там ошибки. Ну, скоро разберу, когда получу задание руки. А выбрали предмет? Ну, предмет по выбору географии мне. С чем связано? Более охота заняться деятельностью финансовыми. Все пункты в сдаче ЕНТ полностью оснащены необходимым для тестирования оборудованием, в том числе и для предотвращения списывания или получения помощи глушителями сотовой связи, видеонаблюдением, металлоискателями. Каждый год процесс сдачи ЕНТ контролирует специальная комиссия, в том числе и работники Министерства образования. Кстати, в Министерстве образования уже предупредили, если кто-либо из учеников будет уличен в списывании, то на нарушителя сразу же будет составлен акт, и он не будет допущен к сдаче. Специалисты отмечают, что во время подготовки к тестированию с особым терпением к своим детям стоит отнестись и родителям. В рамках реализации партийного проекта БАКТ от БАСС по инициативе Института семейного воспитания при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан в субботу 16 мая во всех регионах Казахстана прошла Единая Республиканская Родительская Конференция «Психологическая помощь родителям при подготовке подростков к сдаче ЕНТ». Цель конференции – дать родителям необходимые знания и навыки, которые помогут преодолеть сложности в данной ситуации. Так, родительская конференция прошла в Общеобразовательной школе номер 5. Как отметили организаторы, любовь к родине начинается с семьи. И наша с вами задача – содействовать укреплению семейного института, создать все условия для его дальнейшего развития. В ходе мероприятия участникам были продемонстрированы социальные видеоролики «Мой папа», «Мама», «ЕНТ» глазами выпускников. Выступая перед родителями, школьная администрация отметила, что родителям необходимо реально оценивать возможности своих детей и не возлагать на них слишком много. Потому что ребенок боится не того, что он в жизни чего-то не добьется, а того, что не оправдает надежды родителей. В ходе мероприятия участники Единого родительского собрания с педагогами и психологами обсудили вопросы необходимых знаний и навыков для оказания всесторонней помощи в подготовке выпускников школ к сдаче единого национального тестирования. Отметим, что по данным Министерства образования, в 2015 году в республике школу оканчивают 124 346 выпускников. Из них свыше 80 тысяч с казахским и свыше 40 тысяч с русским языком обучения. Заявление на участие в ЕНТ подали 87 782 человека, что составляет 71% от общего количества выпускников. Из них с казахским языком обучения 62 384, с русским языком обучения 25 398 человек. Ли Кавдеева, Тимур Тулебергенов, Нурбулат Кунызбаев, телестудия «Крычья Ганак». Впервые в нашем районе прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти ветерана Великой Отечественной войны Кушева Саганбаса Ишановича. Состязания проходили в Общеобразовательной школе номер 4. На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали почетные гости. Среди них заместитель Акима Бурлинского района Жанабай Каналин. Проведение турнира по греко-римской борьбе вызвало особый интерес среди спортивной общественности района. Более 60 юных спортсменов приняли участие в первом турнире по греко-римской борьбе в Бурлинском районе. Организатором мероприятия выступил директор компании «Аксайстройсервисы Кауэрн Басар Кушев». Моя мечта – развить греко-римскую борьбу в Бурлинском районе. Для этого я создал необходимые условия для детей, построил здание, в котором они могут заниматься спортом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех, кто также неравнодушен к развитию спорта в районе. Это ИП Галиева Фирия Салаватовна, частный предприниматель Бауржану Мерзак. Я желаю, чтобы наши дети в будущем достигли лучших результатов в спорте. На сей раз можно назвать соревнования международными, потому что наряду с командами из Чингерлауского, Теректинского, Бурлинского района, города Уральский Актюбе были гости из ближнего зарубежья – России. Отметим, что турнир был посвящен памяти отца-организатора мероприятия Кушева Саганбаса Ежановича, который был ветераном Великой Отечественной. Также в рамках общепринятого знаменательного события – 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. По отзывам специалистов и гостей турнира, данные состязания проходят на очень хорошем организационном уровне, сопоставимым с соревнованиями высокого ранга. Я надеюсь, что эти мероприятия приведут к тому, что у нас разовьется этот вид спорта, и наши борцы заявят о себе на уровне республики и в будущем, и в мировом пространстве. Хотелось бы еще отметить, что действительно руководитель то, он своими силами построил спортзал, пригласил тренера из Чингерлау, своего тренера, и организовал вот эти тренировки по борьбе. На турнир я приехал из города Уральск, привез с собой 23 спортсмена. Турнир походит на высшем уровне, надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться часто. Ведь в разные годы турнир давал путевку в жизнь многим начинающим пылуанам. Будет хорошо, если греко-римская борьба будет обширнее развиваться в области, и наши дети будут участвовать на турнирах республиканского уровня. Мы приехали из Заренбургской области на данный турнир, посвященный ветерану Великой Отечественной войны. Тем самым мы оказываем дань уважения ветеранам в год 70-летия Великой Победы. Для нас данное соревнование – это приобретение соревновательного опыта. В составе нашей команды 10 спортсменов, которые являются победителями, призерами всероссийских областных соревнований. Надеемся, что на данном турнире мы приобретем соревновательный опыт для дальнейшего участия в соревнованиях. Ну, вообще, как говорят в спорте, что одно участие в соревнованиях заменяет месячный цикл тренировок. Потому участие вообще в соревнованиях для нас очень важно. Поединки проходили жарко и интересно, что вызвали большое волнение среди болельщиков и любителей этого вида спорта. Все победители турнира были награждены ценными призами и медалями. Нургуль Тобышева, Андрей Просверов, Нурбалат Кунызбаев, телестудия «Карычаганак». Один из самых талантливых коллективов области на Зерке отметил свой 19-й день рождения. Отпраздновал коллектив свой день рождения большим отчетным концертом под многозначительным названием «Эркашан Дабрьемис» «Всегда вместе». Наша съемочная группа побывала на празднике танца. Образцовый танцевальный коллектив на Зерке известен не только по всему Казахстану, но и далеко за его пределами. На Зерке является одним из заслуженных танцевальных коллективов Западно-Казахстанской области. Ни одно праздничное мероприятие не проходит без их участия. В составе на Зерке более 150 детей от 5 до 17 лет. В копилке коллектива более 20 званий и наград, большинство из которых серебряные и золотые медали. В репертуаре на Зерке более 20 различных танцев, танцы разных народов, а также современные танцы. И творческая жизнь образцового танцевального коллектива разнообразна. Это участие в концертах, фестивалях, поездке в разные города и другие страны. На очередном 19-м по счету отчетном концерте на Зерке был полный отшлаг. Помимо 500 посадочных мест в зале было полно стоящих зрителей, поклонников на Зерке. Стоит отметить, что большая половина зрителей – это, разумеется, родители, дедушки и бабушки, которые, несмотря ни на что, пришли полюбоваться творчеством своих внучат. Моя старшая дочь Ая Жан является воспитанницей старшей группы коллектива на Зерке. Впечатления у нас волнующие. Чувствую себя волшебно. Тем более, что коллектив на Зерке известен не только в школе, районе, но и повсюду, за рубежом. И на Зерке я желаю только вперед и вперед. У меня дочка танцует в старшей группе, Мирюэр Десимби. Мы уже привыкли к этому, много концертов было, и наша дочка участвовала. А остальным младшим группам я желаю всего наилучшего, чтобы они в дальнейшем хорошо танцевали и везде побывали, как моя дочь. Все участники коллектива под руководством Айнур Мукангалеевой неустанно трудятся, оттачивая свое танцевальное мастерство. Она через танец воспитывает в детях любовь к родине, друг другу, умение работать в коллективе. И не зря. Не говоря уже о старших классах. Даже малыши на сцену выходят смело и танцуют, вкладывая все свои умения. В этом году дебютировали мальчики. На 19-м дне рождения коллектива они отметили окончание первого класса танцев. Я уже который год танцую в образцовом танцевальном коллективе на Зерке. Хочу сказать большое спасибо Айнур Хамитовне за то, что она дала мне такие способности, талант. В этом году мы были в Москве, заняли три первых места. Спасибо большое родителям Айнур Хамитовне. Все, что происходит, это все благодаря ей. Я очень рада, мне это очень понравилось. Мне понравилось преподавать. Это очень талантливые девочки растут. Думаю, что в будущем на Зерке будет еще лучше. Кроме отточенных движений, участницы коллектива покоряют сердца своих зрителей красивыми тематическими яркими нарядами, грациозностью, легкостью, изяществом. На концерте были продемонстрированы самые лучшие танцевальные номера. Несмотря на то, что отчетные концерты мы проводим ежегодно, каждый год мы вносим что-то новое. И с каждым годом число наших зрителей растет. И это одна из лучших наших оценок. Наш концерт называется «Всегда вместе». И неспроста. Мы всегда вместе друг с другом, вместе с нашими зрителями. Всегда. Достижения коллектива на Зерке носят высокую оценку и тому подтверждение очередное благодарственное письмо, подписанное Акимом Бурлинского района, которое на концерте вручил заместитель Акима района Жанабай Каналин. Представители культурной сферы района также отметили вклад в носимый коллективом. Со словами благодарности и успеха в творчестве выступили и родители участников коллектива. 21 мая празднуется День работников культуры и искусства. Этот праздник появился после указа главы государства в 2013 году. В Бурлинском районе он был отмечен торжественным мероприятием и концертной программой. Стало доброй традицией чествовать тех, кто своим творчеством, любовью к избранной профессии зажигает и согревает сердца других, кто создает праздничное настроение всем, кто открывает каждому человеку заветную дверцу в мир прекрасного. В зале торжества собрались работники и ветераны культуры со всех сельских округов и города. С приветственной речью выступил директор районного центра досуга Бактагали Макеев. Этот день объединяет нас всех, кто работает в городе, кто работает на селе, сельские клубы, сельские дома культуры, те, кто работает у нас в городе, в парках, работает в библиотеке, в музее. В этот день мы ощущаем себя, мы всегда, конечно, с людьми на празднике ощущаем себя немножечко отдельно. Нам радостно встречаться. В сегодняшней программе у нас, конечно, это вручение награждений тем, кто заслужил нашим работникам. Культурно-массовое мероприятие прошло в районном доме культуры. На праздничном мероприятии под названием «Мадине Трухани Кундолок. Культура. Духовное богатство» честовали действующих работников и ветеранов культуры. В нашем доме культуры работают семь человек. У нас семь действующих кружков. Работа у нас идет своим чередом. На данный момент идет подготовка к районному фестивалю. Всех коллег поздравляем с профессиональным праздником, всем творческих высот и благополучия. В свой профессиональный праздник работники культуры, а это работники музея, централизованной библиотечной системы, районного центра досуга, поздравляли друг друга и с радостью выслушали поздравления директора районного краеведческого музея. Сегодня действительно прекрасный весенний день. Я вас от всей души поздравляю с этим новым профессиональным праздником, днем работников культуры и искусства. Всем вам желаю здоровья, благополучия в ваших семьях, всегда хорошего настроения, всегда взаимопонимания в вашем коллективе, оставаться всегда такими трудоспособными, всегда такими хорошими работниками, которые не забывают и чтят традиции своей профессии. Хочу выразить за это вам большую благодарность. Я очень рада вас сегодня всех видеть, потому что наш праздник сегодня украшает присутствие наших дорогих ветеранов. Поэтому всем вам здоровья и долгих лет. В фойе Дома культуры раскинулась роскошная выставка изделий прикладного искусства. Талантливый человек талантлив во всем и во всех работах. Угадывались глубокие творческие натуры и проявлялись они во всем. Здесь были представлены работы с разных уголков нашего района. Если остановиться на достижениях нашего большого коллектива, то большая гордость у нас за наших коллег, завоевавших высшие награды и звания. К примеру, Нурлан Салахаддинов, золотой голос нашего района, руководитель кружка районного центра досуга. Весной он участвовал в фестивале и стал его лауреатом. После вручения благодарственных писем от имени директора районного центра досуга все гости были приглашены в большой зрительный зал. Здесь дипломами и благодарственными письмами были отмечены заслуженные работники и ветераны культуры за неоценимый вклад в развитие нашего района. Благодарственные письма, подписанные Акимом района Маратом Досубкалиевым, являются доказательством высокой оценки за творческий труд работников культуры. И вручил их заместитель Акима района Азамат Сафималиев. Этот праздник людей, которые своим трудом приумножают, бережно сохраняет великое культурное наследие нашего района, способствует укреплению духовно-нравственных основ общества и, что сегодня особенно важно, утверждает ценность творческого труда. Преданные своему делу, вы помогаете талантам реализовываться в культуре и искусстве, раскрываете творческую энергию жителей нашего района. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду открываются новые выставки, рождаются яркие выступления, развиваются художественные народные промыслы. Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, за творчество, талант, профессионализм и умение дарить людям радость. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска новых достижений, добра и любви. С праздником! Также благодарственными письмами от имени областного управления культурой, архивов и документации с Днем работников культуры и искусства были награждены ряд работников культуры. Их вручал руководитель отдела культуры и развития языков Алпом Искушкин Баев. Майя Амирова, Тимур Тулепергенов, Нурбалат Кунзбаев, телестудия Корочканак. Майя Амирова, Тимур Тулепергенов, Нурбалат Кунзбаев, телестудия Корочканак. Майя Амирова, Тимур Тулепергенов, Тимур Тулепергенов, Тимур Тулепергенов, Тимур Тулепергенов, телестудия Корочканак. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Это были все самые запоминающиеся события недели. Я с вами прощаюсь и желаю вам приятных выходных!